Долгожданное начало. В Украине стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. В первой волне медработники, лечащие пациентов с COVID-19. Кто получил первый укол, единский препаратом AstraZeneca, знают мои коллеги. Это Евгений Горенко, врач-реаниматолог из Черкасс, работающий в отделении, где лечат пациентов от COVID-19. Он стал первым украинцем, получившим прививку от коронавируса. Партия надошла на специальный склад, где будет сберегаться вакцина при температуре плюс 2, плюс 8. Звучит мобильная бригада забрала первые 100 доз. Потому что на сегодня нас предпочено, что будут вакцинованы 100 медичных работников Черкасской области. Всего же прививки против COVID-19 вакцины AstraZeneca получат 7 тысяч медиков, которые работают в профильных отделениях Черкасской областной больницы. На час брифинга уже проведено 5 счетов. Все пациенты, все вакцинованы, почивают себя добре, температура нормальная, стан заболевания. Стартовала вакцинация и в Киевской области. Я сейчас нахожусь на территории Броварской районной многопрофильной больницы. Видела и расскажу вам, как проходила вакцинация в подробностях. 16 600 из полумиллиона доз препарата получила Киевская область. Сегодня в Броварах вакцинировали первых 23 медика, которые работают с коронавирусными больными. Температуру мерял, тиск мерял. После того, как все нормально, они заходили сюда. После вакцинования все, что шприцы, флаконы, все забрано на утилюзацию. Потом эти костюмы, все были утилюзованы как то, что связано с COVID-19. После этого, как провели вакцину, наши вакцины находились в Киевской области. Первой в Киевской области вакцинировалась Татьяна Шульженко. Она работает заведующей взрослого инфекционного отделения Броварской больницы. Протягом 9 месяцев я уже со своими лекарями борюсь с COVID-19 и вижу разные случаи протекания заболевания. И вижу, до каких последствий может привести до заболевания. Поэтому, считая, что я не заболела, я провакцинировалась, чтобы упорядить данное заболевание. Первую прививку в Виннице получила семейный врач Людмила Бойко. Она одна из 20 медиков мобильной бригады по вакцинации. После укола сразу надела халат и приступила к работе. После вакцинации пациенты будут перебывать тут, в этой комнате, чтобы мы рассматривали, что нет повышенных действий, нет каких-то страхов. В Украину 500 тысяч доз индийской вакцины COVID-19, произведенного по лицензии Oxford-AstraZeneca, доставили накануне. Из аэропорта Борисполь препарат отправили в 8 регионов страны. Начали вакцинировать медиков. Следующими станут полицейские, военные и люди с хроническими заболеваниями. По подсчетам Минздрава, первоочередной вакцинации в Украине нуждается примерно 21 миллион человек. Инна Масуркевич, Наталья Белокудря, Инесса Занина, Арина Кантонистова, Виталий Демец, Сергей Савчук, Черкасса, Киевская область, Винница, Твой дом. Если надо, мы готовы. В Украине могут помочь с производством вакцины от COVID-19, заверил президент Украины Владимир Зеленский, главу МИД Литвы Габриэлюса Ланцбергиса. Собеседники обсудили эффективность мер борьбы с пандемией коронавируса. Владимир Зеленский напомнил, как в самом ее начале Украина поддержала страны ЕС. Хроники адаптивного карантина. Сегодня первый день нового периода зональных эпидограничений в Украине. Пересматривать статистику заболеваемости COVID-19 планируют раз в две недели. Пока самый опасный красный уровень в двух западных областях. О старых новых карантинных правилах, по которым мы будем жить до 30 апреля, напомнят мои коллеги. В большинстве областей Украины действуют правила желтой зоны. Согласно ним запрещена работа дискотек, развлекательных заведений, а также проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с заполняемостью зала свыше 50%. В транспорте и закрытых помещениях действует масочный режим. Мы переболели тяжело коронавирусом. Поэтому я считаю, что нужно носить маски все-таки. Хотя бы в общественных местах. На улице не обязательно, потому что вентилируется хорошо. А в общественных местах, я считаю, да. Рестораны и кафе будут работать до полуночі, будут открыты также спортзали, басейни и фитнес-клубы. Нас может трошки дисциплинувать, потому что у нас певдень, мы таки все гарячие натури. И, возможно, все-таки треба, ну в какой-то степени. На мою думку, такие обмежения нужны. Потому что, все-таки, смотря на статистику, которая сейчас есть, она не покращается. В оранжевой зоне оказались Донецкая, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области. Ограничения здесь почти не отличаются от правил в желтом регионе. Единственная разница – при необходимости их могут усилить. Но и уже существующие ограничения нравятся не всем. В транспорте должны быть только сидячие места, без стоячих. Судя по проезжающим троллейбусам, это не соблюдается, как я понимаю. Магазины, маски обязательно. Вот как бы и на улице не снимаем. Ивано-Франковская область – единственный регион, где занятость коек с кислородом превышает 50%. Вместе с Черновицкой областью они оказались в красной зоне. Певным образом будет обмеживаться рух громадского транспорта в регионе. Ну и также будет оборона работы торговых центров, ресторанных объектов, кафе и других объектов на территории Ивано-Франковской области. А с 26 февраля в Ивано-Франковской области могут запретить и межобластные железнодорожные поездки и авиаперелеты. Адаптивный карантин продлится до 30 апреля. Пересматривать зонирование будут каждые две недели. Влада Цуркан, Александр Бугай, Киев, Мариуполь, Харьков, Херсон, Ивано-Франковск. Твой дом. Восстановить контроль над границей с Россией в Донецкой и Луганской областях до 2025 года. Такую задачу поставило перед собой украинское правительство на сегодняшнем заседании. Ранее, напомню, президент Владимир Зеленский заявлял, что именно возвращение Украине контроля над границей станет началом урегулирования украинско-российского конфликта на Донбассе. Военные преступления. Так, в офисе генпрокурора квалифицировали гибель мирного жителя в Луганской области. По данным следствия, мужчина подорвался на противопехотной осколочной мине во дворе собственного дома. Незаконное вооруженное формирование заминировали имя «Хутор Вильный», вопреки тому, что их использование запрещено международными соглашениями. «Зайшли в будивлю и выявили пораненого цивильного мешканца, «Хутор Вильного», это 72-летний мешканец этого населенного пункта. У него была рука поранена и осколочное поранение черва з внутрішньою кровотечью. Украина, как и обещала, предоставила автобусы для перевозки людей через линию соприкосновения на Донбассе. С 7.40 утра они стояли у счастья из «Золотого» и были готовы отправиться в рейс. Но незаконное вооруженное формирование вновь отказались открыть пункты пропуска. Ситуацию в эксклюзивном интервью нам объяснил глава украинской делегации трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Никаких причин, я еще раз повторяю, чтобы заработали контрольно-плодусные пункты. Нет, эти пункты самые, но обидные, что они соответствуют современным нормам и требованиям. Это для облегчения людей, там можно получить консультации, не надо ездить далеко за пенсием. То есть жизненные потребности конкретных людей. Они делают все для того, чтобы людей настраивать против Украины. Это делается с этой целью. Почти семь лет тюрьмы за ролик в Ютубе. Российская прокуратура требует заключить в колонию активиста из Татарстана, который выложил в сеть видео с постановочным судом над Владимиром Путиным. В это время сам российский президент подписывает законы, ужесточающие цензуру в интернете и наказание за неповиновение силовикам. О новых атаках Кремля на свободу слова расскажут мои коллеги. Шесть лет и семь месяцев в колонии за якобы оправдание терроризма и оскорбление представителей власти. Российская прокуратура требует такой срок активисту из Татарстана Кариму Ямадаеву. 29 декабря тот опубликовал ролик, где судья приговаривает казни якобы пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и главу Роснефти Игоря Сечина. При этом фигуре с табличкой Владимир Путин приговор не выносят. В начале ролика было предупреждение о том, что авторы не пропагандируют насилие и не разжигают ненависть. Рассматриваются уголовное дело в отношении бывшего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его друзей, коллег, партнеров госслужащих правоохранительных структур и всех тех, кто каким-либо образом был с ним связан, а также всех членов их семей. Данные лица обвиняются в преступлениях против человечества. Тем временем Кремль усилил наказание за неповиновение силовикам во время массовых акций. Владимир Путин подписал законы, четырехкратно увеличив штрафы. Также нарушители этого закона могут задержать на срок до 15 суток и направить на общественные работы. Повторное нарушение грозит уже 30 сутками ареста. Российские юристы считают, что подобных законов только одна цель. Фактически таким образом власть пытается запугать ту активную часть населения, которая готова выходить на протесты, которая готова каким-то образом вступать во взаимодействие с силовиками в рамках этого протеста. Курс на тотальное ужесточение. И я думаю, что это не предел. То есть сроки будут увеличиваться, наказание будет увеличиваться. Путин также ввел штрафы за якобы нарушение прав россиян в сети. Если Ютуб, Фейсбук или Твиттер, вопреки требованию Роскомнадзора, не заблокируют контент, якобы нарушающие российские законы, их могут оштрафовать на миллион рублей. Вадим Крамер, Телеканал Дом. Справедливый приговор, а не политически мотивированное дело. В Одесской прокуратуре заявили, собрали достаточное количество доказательств вины активиста Сергея Стерненко. Он же себя виновным не считает, как и активисты, которые накануне вечером вышли на улицы в его поддержку. Подробности резонансного дела далее. Протесты против приговора Сергея Стерненко можно расценивать как давление на суд. Так, уличные акции прокомментировал руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко. По его мнению, рассмотрение дела в суде проходило с соблюдением процедур, а подсудимый мог реализовать свое право на защиту. Кроме того, прокуратура предоставила свои доказательства. Доказами, в частности, есть протоколы огляда на месте событий, протоколы следственного эксперимента, протоколы познания как осіб, так и предметов. Есть трафики и телефонных объединений, которые подтверждают спелкувание и перемещение людей, которые фигуруют в этом криминальном проведении. Есть выставки судово-медичных и баллистических экспертиз, показы потерпелого. Накануне Приморский райсуд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным в разбое, похищении человека и незаконном владении оружием. И приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения. Свою вину осужденный признать отказался. Сегодня они закрыли ротом мне, но они не смогут закрыть ротом вам. Я хочу, чтобы люди знали, кто виновен в том, что этот судья принял, очевидно, неправовед, политично мотивированное решение. После объявления приговора в разных городах Украины прошли акции протеста, несогласных с решением суда. Самая многочисленная прошла в Киеве, под офисом президента. Акция переросла в столкновения, в которых пострадали 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Представители президентской фракции «Слуга народа» Верховной Раде напомнили, уголовное производство было открыто еще в 2015 году, поэтому обвинения в адрес действующей власти абсурдны. Но каждый из них, если бы не было доказательств для формирования обвинувального акта, они уже давно его скасовали. Также абсолютно необґрунтованно выглядят заявки пана Стерненко о том, что особенного вплива на эту справу генеральной прокурорки Венедиктовой и президента Зеленского, которые не перебывали на своих посадках в 2015 году, когда расследовались эти криминальные проведения. Сергей Стерненко намерен обжаловать решение суда. Тем временем имя Стерненко фигурирует еще в нескольких уголовных производствах о наркоторговле и убийстве. Свою вину и по этим делам активист отрицает. Юлия Крючкова, Игорь Каркадым, Киев. Твой дом. За семь лет боевых действий на Донбассе обстрелами, подрывами и перемещением российской военной техники частично или полностью разрушены шесть мостов в Донецкой области. Сколько из них уже восстановили, в эксклюзивном интервью телеканалу «Дом» рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. В этом году шесть мостов Украфтодором было восстановлено. Один из них на трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский. Это именно город, который был уничтожен в результате боевых действий. Основное – это подрыв, потому что влучениями это не так пошкодируется, а основной подрыв мостов, и они восстановляются. Мост Запорожье планируют открыть до конца года. Переправу в Кременчуге начнут строить уже в марте, а Подольско-Воскресенский мост в Киеве готовы закончить за полтора года. Такие заявления звучали на форуме «Украина-30 инфраструктура». Больше расскажет Артем Голуб. Вон там Подольско-Воскресенский мост. Этот объект сооружают уже практически 30 лет. Но из-за нехватки финансирования строительство вечно замораживают. Но вот Украфтодор обратился к киевской власти для того, чтобы принять этот объект на свой баланс. В агентстве обещают, что мост достроят за полтора года. После завершения работ мост будет примерно 7,5 километров в длину. На верхнем ярусе предусмотрено 6 полос для движения транспорта, по 3 в каждую сторону. А на нижнем ярусе проведут линию метро через Днепр. Пропускная способность моста – 60 тысяч автомобилей в сутки. Еще один уникальный украинский мост – мост Кременчуге. Его обещают украинцам с конца 80-х годов, но только в марте этого года начнется его сооружение. Планируют построить за три года и закончить в 2024-м. Уникальность этого моста в том, что 95% строительных материалов, которые будут задействованы при его строительстве, как раз будут из Украины. По окончанию проекта он будет длиной около 3 километров и будет стоить бюджету около 11 миллиардов гривен. Вантовый мост будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Он соединит Кременчуг с трассой Борисполь-Запорожье-Мариуполь. Его обустроят транспортными развязками общей протяженностью более 3 километров. Это знаменитый украинский долгострой, Запорожский мост. Его начали возводить еще 17 лет назад, в далеком 2004-м. По документации хотят уже закончить в следующем году, но все-таки планируют также успеть до конца этого года. Рядом со мной Александр, это инженер моста, который занимался проектировкой данного объекта. Расскажите, на каком этапе сейчас строительство? На данном этапе строительства данного моста осуществляется сборка металлоконструкций, которые непосредственно будут монтироваться на временное сооружение. В данный момент уже собраны на строительной площадке три пролета. Два пролета собраны полностью, третий пролет сейчас собирается. Длина Запорожского моста составит свыше 9 километров, и он будет самым высоким в Украине и одним из лидеров в Европе. Высота пилонов, которые держат сооружение, составит 166 метров. Всего до конца года Украавтодор планирует отремонтировать и построить 150 мостов по всей Украине. Артем Голубь, Юрий Шульга, Телеканал Дом. Лауреат Национального реестра рекордов Украины. 22 года понадобилось харьковчанину Владимиру Гуськову, чтобы смастерить уникальный макет храма высотой чуть больше метра. На это ушло 20 тысяч спичек, а также бисер, золото и еще более полусотни разных материалов. Даже внутри проработаны самые мелкие детали интерьера. С мастером общались наши корреспонденты. Идея создать макет храма и спичек у Владимира появилась еще в 10-летнем возрасте. Он увидел фото Андрейской церкви в Киеве. Вначале я перебрал спички, выбрал самые ровные, все которые неровные, не использовались. Потом подрезал сверные головки лезвием. Потом начал обклеивать план спичками. Потом это все обрабатывалось наждачной бумагой над филями, напильниками, чтобы получить уже гладкую форму. Сначала мастер сложил из спичек верхнюю часть храма, затем первый и второй этаж. В макете 86 кавон и 5 куповов. Харьковчанин продумал все до малейших деталей. Есть подсветка, икон и двухъярусного иконостаса. Окна и двери подвижны. И есть даже орган, подключенный к кавонкам. Территория вокруг оформлена чайной заваркой. На все перечислять тяжело. Бисер, полицы, пластиковые, бисеринки, цепочки, социальное золото, сразу свороски, иконки. За время работы над храмом харьковчанин Владимир Гуськов окончил школу, институт, сейчас работает системным администратором. Отец Владимира, Игорь Гуськов, от усидчивости и детализации работы сына в восторге. Это, значит, может, от каких-то предков перешло. От каких? Ну, от каких, не знаю. Моя версия, как я говорил, может быть, от прадеда, который плотничал, строил храмы, дома деревянные. Макет занял первое место среди дизайнеров на конкурсе во Франции, а затем Владимир подал заявку в Национальный реестр рекордов Украины. Его работу зафиксировали как достижение. Единственным в своем роде спичищенный храм высотой 107 сантиметров, на создание которого ушло 53 вида материалов и 22 года работы. Я сидел на работе, мне звонил телефон, сказали, что они приедут на следующий день. Ну, вместе просчитали, да, фиксировали, сколько каждого материала. Свою работу ни дарить, ни продавать Владимир не собирается. Говорит, пока от творчества хочет отдохнуть. Но если появится новый источник вдохновения, снова будет трудиться над очередным рекордом. Наталья Билакудря, Андрей Домовой, Харьков, Твой дом. С пожеланием никогда не терять вдохновение я прощаюсь с вами до следующего выпуска новостей, который выйдет в эфир в 22.00. Новости телеканала Дом в любое время можно посмотреть на нашем сайте или в соцсетях. Берегите себя и до встречи.